В дальнейшем, даже после снятия ограничений, этот интернер сохранялся, потому что в финансовом составляющем у нас появляли существенный рост на ГСМ шинные запчасти. Для понимания, от 50 до 150%. То есть, если мы в 20-м году шин обыкновенный шин мы покупали по 6300, то сейчас они стоят 12 тысяч, насколько произошло увеличение. Также, здесь у нас еще есть такой фактор, что до сегодняшнего момента у нас оплата заработной категории граждан ощущалась в размере по 11 рублей, что вот так бывает, он полностью составляет счетность продажи. Основной проблемой сегодняшнего дня для перевозчиков является отсутствие, то есть, нехватка водителя, автобуса. При работе маршрута с 6 до 22 часов, а это 16-часовая рабочая смена, так называемая вторая смена у нас рабочая, не закрывается полностью водителями. То есть, недостаточное количество водителей, чтобы закрыть эту вторую смену. Поэтому в течение дня из-за вчера вот на маршруте планируют работу таким образом, чтобы отрывал движение, ну, была возможность максимально обеспечить работу маршрута полного рабочего времени. Сегодня мы столкнулись с той проблемой, что даже не сколько финансов, а не сколько не хватает рабочих уроков. Та же самая проблема столкнула с этим же вопросом. Мы столкнулись и унистами предприятий, ведь у нас абсолютно такой же вопрос, не хватает рабочих уроков. Это при том, что в декабре месяце, в том году воду, это консредний зарплат у водителя составил всего 8 тысяч. Никотик поджития мы получаем практически ежедневно, потому что у нас интервалы не удерживаются, у нас схема движения не удерживаются, у нас вечерние рейсы, маршрут отсутствуют. Сейчас говорится, что не хватает водителей, вопрос по местным, то, что запчасти подняются, вопрос по местным. Пути решения какие у нас? У нас водители закончат год при заказах 8 тысяч. Действительно водителей не хватает? Не хватает, согласно. Ну, тогда давай сами садимся, есть, будем учиться. Для благополучия все-таки искать людей, пробегать по этой работе. Мы со своей стороны сейчас заключаем договор с автошколом и переобучение водителей, живущих на категории Д с поставящими их устройствами.